В эфире Интеркор. Самые интересные и обсуждаемые новости Магадана из социальных сетей за неделю. Здравствуйте. Неделя, к сожалению, началась с ДТП. На перекрестке улиц Пушкина и Дзержинского столкнулись три машины. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 9 декабря. Водитель Ипсума проехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В него врезалась Тойота Раф, которая из-за удара задела Харьер. Никто из участников ДТП не погиб. По факту происшествия сотрудники управления ГИБДД проводят проверку. Виновнику аварии грозит штраф за нарушение правил дорожного движения. Максимальное наказание – лишение водительских прав сроком до полугода. Автохамы продолжают свое шествие по магаданским проезжим частям. Среди замеченных нарушений – парковка на тротуаре, на придворных территориях, а также на месте парковки для инвалидов. Пожаловаться на нарушителей в ГИБДД можно по телефону дежурной части 696-020. Также это можно сделать через сайт, предъявив фотографию нарушения и время, когда оно произошло. Штраф за длительное пребывание транспорта в неположенном месте составляет 1500 рублей. Помните казахстанскую прорицательницу Веру Леон? Ту, что предсказывала аномально теплую зиму в этом году? Вот ее ролик с YouTube-канала. Выпустила она его месяц назад. Я уже давала видео о том, что зима, в общем-то, будет теплая. Вот сейчас я буду про Россию говорить. Вчера делала предсказание, в этом году будет настолько аномальная зима, что на какое-то время снег растает даже в Якутии и Магадане. Там будет плюсовая погода. А вообще зима действительно будет аномальная, и будет очень много дождей, причем ливней, и ледяных ливней. И это не только по России. Это, в общем-то, это видео я уже давала. Зима в самом разгаре. Картина полностью обратна тому, что говорила экстрасенс. Вера сделала предсказание не только для дальневосточных регионов, а, на секундочку, для всего мира. По мнению последовательницы Ванги, этой зимой также будет много дождей и ледяных ливней, о которых я мало того, что никогда не слышал, так теперь еще и верю в это с большим трудом. Возможно, все еще впереди. Все мы знаем, что дом Деда Мороза находится в Великом Устюге. Если дети пишут ему письма, то обязательно именно туда. Казалось бы, что ему делать в Магадане? Но, тем не менее, его запечатлели у нас, и даже умудрились взять небольшое интервью. Да вот мимо проезжала. Смотрю, вы тут ходите. Ну да, да, зима наступает. Новый год на двору. А вы готовы к празднику? Да вот готовимся. И мы вот елочки украшаем. Смотрите, как красиво. Смотрите. Конечно, можно заподозрить, что это не настоящий Дед Мороз, судя, например, по его кроссовкам. Я всегда его себе представлял, ну, хотя бы в сапогах или даже валенках. Но в преддверии Нового Года лучше оставить такие рассуждения. Пусть праздник будет к нам немного ближе. Когда на улице такой холод, разумнее остаться дома, посмотреть телевизор. Так и поступил герой следующего сюжета. Он просто смотрит со своим питомцем бои без правил. Пес очень заинтересован. Порода его, кстати, ирландский терьер, что роднит его с известным бойцом UFC Конором Макгрегором. Пес теряет всяческий интерес к передаче, как только бой заканчивается. Видимо, ирландцы, будь то люди или даже собаки, сильно тяготеют к хорошей драке. Тем временем Магадан открыл Год театра. Вместе с этим событием сразу появилось в городе много юных актеров. Вот, например, этот молодой человек решил попрактиковать актерскую игру. Год театра также ознаменовали и более красочные и радужные события в областном центре. 17 актеров Магаданского государственного музыкального и драматического театра показали финальный танец постановки World Street Dance Show. Премьера самого спектакля состоится в январе в драматическом театре. Думаю, зрелище будет зажигательным. Накануне Нового года Инстаграм взорвали сообщения о мобильных мошенниках. Несколько десятков магаданцев обманули при заказе дорогого элитного шампанского. Обещанного они, к сожалению, так и не получили. Тем не менее, горожане достаточно быстро поняли, что имеют дело с мошенниками, поэтому теперь собираются подавать коллективную жалобу в полицию. Может быть, вам есть чем поделиться? Мы принимаем любые сюжеты о жизни нашего города. Участниками сюжета можете быть вы или ваши питомцы. Что угодно, о ком угодно. В пределах разумного, конечно же. Мы расскажем о самом интересном. Все, что нужно, прислать свое видео в WhatsApp или Telegram на номер 8 994 250 57 73. На этом все. С вами был Алексей Кузнецов. До встречи сети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова